Продолжение следует... Зато я рассчитываю с пятницы запустить e-judge с задачками, и мы просто поупражняемся в написании программ на C. Сразу говорю, что это не самые радостные наступят дни вашей жизни, потому что C, как вы помните, очень толерантен к написанию неработоспособного кода, который портит память и ничем об этом не говорит. Возможно, сегодня на семинаре мы попробуем немножко с этим побороться. Собственно, часть нашего разговора, в принципе, будет посвящена методам борьбы с толерантностью языка C. Если разговаривать о C в целом, я попробую заполнить в черне некоторые пробелы по темам, которые мы уже потрогали и основательно потрогали. На семинарах возникали вопросы, которые относились к похожести синтаксии C++, и на них надо, видимо, ответить. Во-первых, конечно, про операции типа плюс равно, минус равно и все остальное тоже равно. То есть практически любая операция в C, будь то операция побитовая, арифметическая, не помню еще какая-то, поддерживает вот такой синтаксис, когда вы пишете что-то типа, что-то типа, там вот так вот, ну скажем, да. При этом левая часть это место присваивания, правая часть это место, это выражение. Давайте мы даже сделаем вот так вот. Правая часть это выражение, выражение сначала вычисляется, а потом происходит операция увеличивания. Чем эта операция отличается от совершенно аналогичной, вроде бы A равняется A плюс B вполам. Ну не знаю, знаете ли вы из курса, допустим, питона, чем они в питоне отличаются операции плюс равно от операции вот такой. Примерно такая же ситуация и в C, ну то есть наоборот в питоне такая же примерно как в C. Она стоит в следующем. Если не включать оптимизацию, то трансляция выражения, которая у меня стоит сейчас в строчке 6, будет более эффективной, чем трансляция выражения, которая стоит в строчке 7. Вы помните, что с выключенной оптимизацией ассемблер поступает очень по-глупому. Он превращает в ассемблерный код все, что видит перед собой. В частности, здесь будет написано буквально следующее. Взять содержимое из локальной переменной A, видимо, со стека. Взять содержимое из локальной переменной B, видимо, со стека. Поделить это пополам. Сложить. А, кстати, нет, здесь как раз будет примерно одинаковая сложность, извините. Ну вот, сложить и положить в переменную A обратно, видимо, на стек. Вот. Вот эта конструкция будет примерно такой же. Я вот сейчас смотрю и думаю, что в нашем случае обе конструкции будут примерно одинаковые. Можно, кстати, попробовать. Ну ладно, сейчас не будем. Можно было попробовать посмотреть на них после компиляции. Вот. Но в некоторых архитектурах, особенно в архитектурах со сложной системой команд, или в ситуации, когда у вас переменные, допустим, регистровые, между трансляциями этих двух штук может быть различие, потому что здесь написано вычислить вот это выражение, а результат поместить в A, а вот здесь написано вычислить вот это выражение и изменить значение A. И добавить его в A. Вот если среди системы команд есть операция добавления, например, то эта трансляция этого выражения будет более эффективна, чем вот это. Кроме того, чисто семантически вот это выражение читается именно так, как я сказал, то есть семантика, в случае языка программирования, это другая тема, не семантически. По смыслу, да, вот это выражение читается, как мы вычислим что-то и положим его в A, а вот это читается, мы вычислим что-то и увеличим A на это выражение. Когда вы видите плюс-равно, вы понимаете, что это увеличение того, что в A уже лежало. Вот. Значит, но более важно, да, в смысле именно эффективности, это увеличение и уменьшение на единичку, наше известное нам A++ и плюс-плюс A. Вот увеличение и уменьшение значения на единичку в очень многих архитектурах существует аппаратное. То есть вместо того, чтобы писать, взять содержимое A, увеличить его на единичку, записать в A, вы можете вызвать одну инструкцию ассамблера, которая как раз этим и занимается. Особенно во времена, когда язык PC программирования создавался, таких архитектур было в количестве, в частности, PDP9, PDP11, на которой, PDP7 еще, по-моему, на которой работали Томпсон и Ричи, вот, как раз содержало такие инструкции, причем в обоих вариантах, и в постинкрементном варианте, и в прединкрементном варианте. Вот, значит, отличие постинкремента от прединкремента состоит в том, что согласно синтаксу C, если мы пишем вот так вот, то у нас сначала происходит присваивание, а потом происходит изменение значения. Если мы пишем вот так вот, то у нас сначала происходит изменение A, а потом происходит присваивание. Можно, кстати, это проверить. Давайте напишем printf.b и посмотрим, что тут в результате получится. Вот, смотрите, давайте мы числа запомним, они тут, к сожалению, в одном и том же окошечке. Что это было? Вот, значит, смотрите, в первом случае вывелось 11.6, дальше, согласно тому, что тут написано, нужно было 6, нужно было 6, сейчас, A, A11, B6, да? A11, B6. Нужно было сначала положить в B. Что, нет, я ошибся? А, A11, да, все, я не ошибся. Вот, B стал 11, а A стал 12. А в данном случае сначала мы увеличили A, то есть 13, а потом присвоили. Вот, вот, вот эта картина. Кстати сказать, эта тема имеет отношение к еще одной теме, к тому, что операция присваивания языке программирования C, кажется, C++ тоже, это операция, у которой есть возвращаемое значение. То есть вы можете написать что-то типа такого, что-то типа такого, C равняется B равняется A. В отличие, скажем, от того же питона, в который это множественное связывание, именно множественная операция, в случае C эта операция идентична вот такой. То есть вот у этой операции есть возвращаемое значение, и это, собственно, B, оно же A, да, и вот это возвращаемое значение кладется у нас в C. Вот. То есть это фактически просто такая арифметическая операция, которая вычисляется, начиная справа, вот, как в изведении в степень, вот. И в действительности мы можем пользоваться, а можем не пользоваться возвращаемым значением операции B равно A. Вот в данном случае мы им пользуемся. На этом же трюке основана еще одна операция, которая называется операция с запятой, вот. Ею пользуются все довольно редко, но иногда очень хочется это сделать. Операция с запятой — это ситуация, когда вы пишете что-то типа такого. A равняется B запятая C. Вот. Работает это так. Операция с запятой, у нее тоже есть возвращаемое значение, и это первый элемент из тех, которые перечислены через запятую. Соответственно, здесь в A кладется B, а C просто вычисляется. Казалось, зачем так нужно? Ну, вы можете написать вот так, например. Что при этом произойдет? При этом вычислится вот эта часть. C равно 6A, результат у нее 6. Этот результат не пойдет никуда, потому что операция с запятой. Вычислится B, результат у нее содержимое B, этот результат положится в A. В результате вы перебьете одновременно и A и C. Почему надо писать так вот, а не вот так вот? Не почему так лучше, вот так лучше, но можно и вот так. Разница стоит в том, в каком порядке все это происходит вычисление, потому что здесь мы сначала должны вычислить вот эту операцию с запятой, и в частности сначала произойдет присваивание C, а потом уже произойдет вот эта штука. А в случае, если мы напишем точку с запятой, это всего лишь два разных оператора, один и второй. Такие дела. Это нужно в редких случаях, один из этих случаев мы сегодня рассмотрим. Не рекомендуется использовать операцию с запятой в случае, если вы не уверены, что она вам действительно нужна. Но она есть. Напоминаю, что это на самом деле вычисляется вот так. Порядок вычисления. И идея стоит в том, что в A кладется просто первый элемент среди тех, которые перечислены через запятую. Кажется, там можно и второй написать, и третий, и четвертый. Можно даже вот так написать. Видите, вас не спросили. Вот. Как уже было сказано, C в этом смысле очень добренький язычок. Вы, как это, вам поможет аккуратно прицелиться, выстрелить себя и в одну ногу, и в две, и в сколько хотите. В данном случае A равно единице. Идеальный язык для простреливания себе ног. Вот. Значит, никто вам ничего не скажет. Давайте попробуем в Волск включить. Нет, вам сказали. А, нет, вам не про это сказали. Нет, все, смотрите. Если включить все сообщения, предупреждения, то вам, конечно, скажут, ребята, у вас тут комаэкспрессион. Имейте в виду, что комаэкспрессион использует только самый первый элемент, все остальные эффекты не имеют. Вот. Ну, в общем, такие дела. Еще непонятно, почему она... А, еще вам тут было предупреждение, что вы задали переменную C, даже положили в нее значение, но ничего с ним не сделали. Что переменная C нигде не участвовала в операции взятия оттуда значения. Вот самое первое предупреждение. Это уже мозг какой-то встроенный в компилятор C, который говорит о том, что вы задали переменную, но не использовали ее. Хотя вы даже в нее что-то присвоили два раза. Такие дела. Это не имеет отношения к теме нашего разговора, просто к нам придрался компилятор. Ну, так вот. Вот на такое высказывание хотя бы диагностика вылезет, а вот на то, что у нас было до того, что там, C равняется A, B равняется 6. Я думаю, даже и руганий не будет. Хотя, может, и будет. Неа. Видите? То есть это вообще совершенно валидная конструкция. Как бы вот вы этого хотели, вы это написали, радуйтесь счастью. Ничего страшного, кстати, в этом тоже нет. Такие дела. Теперь, значит, относительно типов. Ну, во-первых, мы про типы уже довольно много говорили, даже описали, поработали на практике со ссылочными типами, которые ссылаются на функции, и повызывали их. Вот. Значит, кажется, я на лекции не говорил про void, скажу сейчас. Void — это вообще не тип в каком-то смысле, потому что у нас не бывает переменных типа просто void. Void — это такой placeholder для типа, который используется в двух принципиально непересекающихся случаях. Случай первый. Если вы хотите, чтобы ваша функция не возвращала никакого значения, то есть чтобы она была в терминах вирта процедурой, то у нее тип должен быть void, тип возвращаемого значения должен быть void. Это означает, что вы можете не писать return в своей, в этой функции, вернее, так, можете писать, а можете не писать return. Return не должен возвращать никакое значение. И эта функция, соответственно, пользоваться ее возвращаемым значением мы не можем, потому что его нет. Второй вариант — это void-указатель. Void-указатель — это такой специальный тип, на этот раз указатель типа void существует. Это такой специальный тип указателя, в котором хранится какой-то адрес, но мы не знаем, какого он типа. Типичный пример — функция malac, к которой возвращает указатель типа void звездочка, потому что мы можем захотеть выделить память для целых чисел, байтов, массивов, структур, неважно чего. Указатель типа void, во-первых, не подвержен адресной арифметике. Вы не можете к типу void звездочка прибавить единичку. Помните адресную арифметику с прошлой лекции? Если мы прибавляем единичку к указателю на элемент данных, размер которых 8, то в действительности к адресу прибавляется 8. Так вот, к void вообще нельзя ничего прибавить, это ошибка. И вы не можете взять значение по адресу void звездочка по той же самой причине, потому что непонятно, какого типа это значение, и такая операция просто запрещена. Такой вот плейсхолдер на месте типа. Отдельная тема — это модификатор static, про который я давно собирался рассказать, но не рассказал. Static — это тоже такой модификатор переменной, который бывает двух видов, тоже совершенно не пересекающихся. Если у вас модификатор static, вот такой, стоит перед объявлением глобальной переменной, это манипуляция вот теми самыми таблицами имен, про которые мы говорили тут перед началом лекции. А именно статическая глобальная переменная не попадает в список глобальных имен. То есть если вы описали переменную в вашем файле вот здесь, скажем, в строчке 2, и скомпилировали два файла, то из второго файла можно обращаться к переменной, которую вы глобально определили в первом файле. И точно так же можно обращаться к функциям. Кстати, вот это главная на самом деле фишка, что большая часть функций, которые мы не хотим экспортировать наружу, они имеют модификатор static. И, соответственно, их не видно. То есть, если мы взяли два файла и в них определены какие-то функции и какие-то глобальные переменные, этими именами этих переменных и функций можно пользоваться, вызывать эти функции, ходить к этим переменным, все такое. Но если эти функции или переменные имеют модификатор static глобальный, эти имена не включаются в таблицу глобальных символов, Мы не можем из одного файла воспользоваться переменной или функцией, обозначенной как static, что-то там, которое описано в другом файле, даже если мы эти два файла скомпоновали в один бинар. Это первое назначение модификатора static. А второе назначение модификатора static довольно смешное. Если вы описываете локальную переменную как static, она будет размещаться не на стеке, а в памяти. То есть правило видимости у нее будет такое же, как у локальных переменных, имя count будет видно только внутри функции stat, когда мы начнем ее выполнять. А вот стратегия размещения у этой static and count будет не на стеке, а в настоящей памяти. Ну, например, если взять вот эту функцию, вот эту программу, ее скомпилировать. Давайте мы это сделаем. Сейчас, только знаете, что сделаем? Что у нас с интернетами? Вот он. Значит, вот у нас есть статическая локальная переменная функции в stat. Мы эту функцию в stat вызываем 4 раза, и внезапно у нас не происходит. Помните, что происходит с локальными переменными в функциях. Ну, давайте мы, кстати, заведем тут локальную переменную в качестве дополнительной, просто int g равная единице. И здесь вот напишем вот так вот. А что это 3 точки? Ничего. Ничего. Это 3 точки и 2 пробела. А зачем? Для красоты. Исключительно. Вот. Значит, смотрите. Вот у нас есть статическая переменная count и динамическая переменная g. Динамическая переменная g локальная заводится на стеке всякий раз, когда мы вызываем функцию fstat. Она там в фрейме лежит в кадре. Вот. И убивается всякий раз, когда мы оттуда выходим. Если бы мы ее сейчас не проинициализировали, то у нас бы лежал просто мусор. Какие-то останки какого-то вызова, допустим, принфа, который тоже забивается так. Вот. В отличие от этого статическая локальная переменная count, доступна она только внутри функции fstat. Мы можем увидеть это имя count только из функции fstat. Но инициализируется она ровно один раз. При компиляции программы располагается она в памяти на... в специально отведенном месте оперативной памяти. И она будет равна единице при первом вызове. А после очередного плюс-плюса она будет все больше и больше и больше. То есть я думаю... Вот давайте... Предскажем, какой будет вывод этой программы. Она пять раз выведет вот такие строчки. Что будет в этих строчках? В первой строчке что будет? Ну, как бы предполагается, что там будет один-один. Один-один. Потом два-один, потом три-один. Да, да. Мне кажется, что так и будет. Мне кажется, что будет один-один. А мне кажется, что будет два-один и три-один. Потому что переменная статическая. Давайте мы ее, скажем, скомпилируем, скажем сразу. Compile. Чтобы увидеть, увидеть ассемблерный код. А где наша локальная переменная, которая count? Так. Это жи. Понятно. А где? Вот. Она просто на регистре. Count. Во! Смотрите, count. Есть такая метка. Давайте ее поищем. Что-то я ее не вижу. Глазками искать неудобно. Надо использовать инструменты для этого. Вот. Count. Точки 924. Не вижу слова count. То есть, что она берет и записывает обратно это значение. Вот я хочу понять, где оно находится. Так. Давайте мы вот что сделаем. Давайте мы сделаем compile. И вот сделаем вот так вот. И поищем не глазками, а... Вот она. Она просто в конце объявлена. Это переменная статическая. В отличие от переменной жи, которая вполне себе лежит в этом самом... В кадре стеха со смещением там сколько-то там. 20. Вот она. Такие дела. Соответственно, я надеюсь, что 1, 2, 3, 4, 5. Потому что согласно правилам интерпретации вот этого выражения, вернее, вот этого описания, это статическая переменная, значит, инициализируется она один раз при компиляции. Мы, собственно, это видели. Мы, собственно, это видели. Вот. Вот это место. Поскольку это переменная локальная, и у вас в разных функциях могут быть переменные по имени count, ее реальное имя вот такое, его придумал компилятор. Я не знаю, что такое 1954 год. Это не год. Это просто такое число. Случайное. Я думаю, что если мы еще раз скомпилируем, будет другое, кстати. Нет, такое же. Удивительно. Ну вот. Короче говоря, поскольку эта метка на самом деле должна быть локальной, а у нас в ассемблере, как мы помним, локальных меток не бывает вообще, вот, компилятор придумал ей вот такое имя, вот. Вот, понятное дело, что если у нас был еще один count, у него было бы другое имя. Ну и в таком виде он расположил это в памяти. Такие вот дела. Функции. Опять-таки, про функции мы уже довольно много говорили. Напоминаю только одну штуку, про которую мы говорили на семинарах, не помню, говорили ли на лекциях. Функция может возвращать некоторые значения, а вы можете на это забивать. Например, функция SCANF, как вы узнали из домашнего задания, возвращает на самом деле немаловажное значение, а именно количество введенных, отсканированных полей. То есть, если вы написали там три поля, вот как в нашем домашнем задании, но ввели какую-то чушь, и SCANF справился только с двумя, он вернет число 2. Но в большинстве случаев мы не пользуемся возвращаемым значением функции SCANF. Мы просто выбрасываем, вызываем функцию, и все. Это связано с тем, что изначально никакого воида в C вообще не было, вот в самом первой редакции языка, и вместо воида использовался INT. То есть, если ваша функция возвращает INT, вы можете пользоваться ее значением возвращаемым, вы можете не пользоваться. Такие дела. Вот. И вторая важная вещь, которая имеет отношение скорее к теории алгоритмических языков, чем к... Ну, вернее так, ее важно вспомнить именно из-за того, что теория об этом говорит. Вторая вещь, это тот факт, что все передачи всех параметров функции, все происходят только по значению. Вот если в C++ есть еще там передача по ссылке, в других языках есть. Только передача по ссылке, вроде Python и Java. В C только по значению. То есть, все, что мы пишем вот сюда, когда мы вызываем функцию вот здесь, где он тут? Вот. Вот эти четыре числа формируются, кладутся на стэк, передаются нашей функции findCell, и findCell получает четыре числа, которые записывают в четыре различных локальных переменной, являющихся формальными параметрами функции, и дальше с ними работает. Каждый вызов функции означает запись вот этого на стэк. И только так. Ну или не на стэк, если у вас какие-то сложные обиды для конкретной архитектуры, потому что не всегда там... Ну, допустим, если у вас 100-500 параметров, и они во фрейм не влезают, то они будут передаваться не через стэк, а через специальный буфер памяти. Вот. Тот факт, что все значения, которые вы передаете функции, все, что вы можете передать функции, это только значения, продуцирует одну штуку, которая связана... Которая вот какая, мы ее видели. Если вы хотите, чтобы ваша функция изменила переменную, в эту функцию надо передавать не значение этой переменной, а что? Громче. Да, только не указатель. Указатель. Указатель, да, спасибо. Именно там. Вот. То есть для того, чтобы функция могла вообще что-то записать куда-то, куда вы хотите, надо передать не саму эту переменную, потому что это ее значение, а ее адрес. Именно поэтому, допустим, функции scanf мы всегда ставим ampersandic вначале. Потому что надо передать адрес той переменной, которая будет... При этом имена массивов, имена функций вообще любых составных объектов, это и есть их указатели, поэтому, допустим, когда мы вводим массив с помощью, там, процент s, да, массив чаров, мы передаем просто имя массива, потому что имя массива это и есть указатель на то место, где он начинается. Вот. Из этого в реальном программировании на си возникают волшебные структуры, например, указатель на указатель. Почему указатель на указатель? Представим себе, что мы написали функцию findCell, довольно бессмысленную, которая должна в передаваемом ей массиве, вот этот массив, который мы передаем, указатель на int, массив длины len, найти значение value, и адрес этой памяти нам вернуть. Но функция у нас типа void, и адрес этой памяти она должна написать в некоторую переменную. Ну, в общем, довольно нормальная ситуация. Для большинства функций, написанных на си, возвращаемое значение — это не результат работы функции, а диагностика сообщения об ошибке, вот как для scanf, например, возвращаемое значение большинства, особенно системных функций на си, это сообщение об номер ошибки, который равен нулю, если ошибки не было, и не нулю, если она была. Ну, есть варианты. А если ваша функция должна еще что-то менять, вы должны передать туда указатель на то место, которое она должна изменить. В данном случае мы хотели, чтобы функция нам нашла элемент в массиве равный value. Если такого нету, вернуло бы нул. Нул — это специальный такой указатель, который невозможно разоминовать. Если мы пойдем по адресу нул, система гарантирует, что возникнет ошибка адресации. В большинстве архитектур нул равен просто нулю. Помните, в MIPSE мы не можем, в принципе, сходить по адресу нулю. Он защищенный. Но в некоторых других архитектурах нул равен не нулю. Такая вот неприятность. Я такие и видел. Формально нул может быть не равен нулю, поэтому надо использовать именно это. Так вот, наша функция запишет в переменную p нул, если соответствующий элемент не найден, или адрес соответствующей ячейки, если он найден. Вот у нас переменная p. Она имеет, понятная диба, тип int звездочка, потому что это адрес ячейки, в которой должен лежать наш результат. Вот мы вызываем функцию findCell, передаем туда адрес переменной p, адрес массива, его размер, и то, что мы хотим найти. В результате p у нас будет указывать на одну из ячейок массива a. Если мы туда пропишем 100500, то у нас одновременно изменится, разумеется, и то, что лежит, и то, куда указывает p, и сам a, шестое, потому что это и есть одно и то же. Давайте мы сейчас вот этот код тоже скопипастим. Он называется, по-моему, point point. Точно. И допишем туда еще, допустим, вот так вот. Допишем туда адрес, чтобы было понятно, что на самом деле это одно и то же число. p и a плюс 6. Ну, если хотите, можно писать амперсент а шестое, как вам удобнее. Давайте напишем амперсент а шестое, это будет понятнее, это будет каноничнее. вот. Ну вот. Что это? А, это я отложил тут одну штуку интересную. Хорошо. Можно так, наверное, нажать. вот, смотрите. Обратите внимание на то, что, разумеется, то, что лежит в переменной p, это и есть адрес шестого элемента массива a, потому что они, он вот тут его нашел и присвоил. вот, и вся, весь смысл моего вот этого вот текущего разговора состоял в том, чтобы посмотреть на тип данных вида ссылка на ссылку на int. Совершенно естественным образом возникшенный из нашего желания записать в переменную p какой-то адрес. Другого способа нет. Поскольку у нас нету передачи по ссылке, а есть только передачи по значению, то то значение, которое мы хотим передавать, должно быть адресом того места, куда мы хотим что-то записать. Если само это место имеет вид тип int звездочка, значит адрес этого места имеет вид тип int звездочка звездочка. Вот и все. Вопросы. Иногда даже бывает три звездочки. как в 12 ночи, иногда пять звездочек. Но нет, чаще все-таки две. Часто бывает так, что нам надо куда-то записать адрес, и значит тип, который мы передаем, это адрес адреса. Такие дела. То есть вот с точки зрения использования, это довольно понятно, что должно происходить. Вопросы. Понятно. Больше кому-то понятно, кому-то нет, но вопросов нет. Ну ладно, не люблю, когда нет вопросов. Хорошо. Надо было сделать ошибку и посмотреть, кто ее заметит. Значит, это что касается функций, значит, и заодно адресации, что довольно часто бывает такая штука, что функции мы передаем адрес адрес. Теперь, собственно, немножко разговора про простейшие вещи в C, которые, возможно, и не стоило бы проговаривать, но опять-таки, зная, что C и C++ языки с различным синтаксисом, я на всякий случай проговорю. Во-первых, фигурные скобки. Фигурные скобки, которые являются групповым оператором в C, имеют немножко другое значение, чем в C++. В частности, в C, как я понимаю, не существует переменных локальных внутри вот такого группового оператора, а в C++ существует. C, фигурные скобки, это просто скобки, то есть просто способ объединить несколько операторов, чтобы их засунуть внутрь if, while, for или switch. Как это часто бывает с языком C, фигурные скобки в качестве чего-то группирующего имеют совершенно различные значения в случае, когда это кусок кода внутри оператора, в случае, когда это скобки от функции и в случае, когда это какой-нибудь инициализатор. То есть вот в нашей программе, вот в этой, да, тут есть хотя бы где-нибудь... Все циклы очень простые, к сожалению. Ну, в какой-нибудь другой программе, не знаю. Что тут у нас есть? Вот, например, здесь, да, вот этот код из прошлой лекции, вот, смотрите, вот эти скобки, вот эти скобки, это операторные скобки, которые, собственно, предназначены для того, чтобы, кстати, чуть-чуть они какие-то странные. А, потому что это не мой код. Я не так обычно использую, у меня сдвиг в другую сторону, но неважно. Вот эти скобки, это операторные скобки, они делают составной оператор, который делает print и return. И вот эти скобки тоже. Это составной оператор, который выполняется в случае клауза else. А вот эти скобки, это скобки, которые ограничивают функцию. Они очень похожи на составной оператор, но нет. Интерпретируются синтактически слегка по-другому. Ну, а какие-нибудь скобки, которые инициализатор использует, вот эти, да, это еще более другие скобки. Так что просьба в них не путаться. Фигурные скобки в си, это всего лишь возможность объединить несколько операторов в один, чтобы у нас там оператор цикла, например, мог работать с ними всеми. Фигурные скобки можно опускать, когда оператор один. Вот они опущены в данном случае, потому что он один. А можно и расставить. Я обычно пишу вот так. Это другой способ кодирования. Не исключено, что я не прав. Обычно я делаю так, чтобы закрывающая скобка была под тем оператором, который ее открыл. Ваше право, если вам нравится писать всегда со скобочками, эти скобочки расставлять, или если вы страдаете от лишних символов, их не ставить, разницы никакой. Где скобки ставят, это вопрос исключительно кодинг-стайл. Я его сейчас не рассматриваю совсем, поэтому вот. Это что касается скобок. Теперь, что касается условного оператора. Ничего нового вы про условный оператор сегодня не узнаете, потому что он простой. Мы помним, что он бывает двух видов if и if else. Мы помним, что внутри него могут стоять в операторных скобках последовательности операторов. Единственное, чего стоит напомнить, что оператор if у него внутри скобок выражение арифметическое. И оно считается равным false, если оно ноль, это арифметическое выражение, и true, если оно не ноль. Варианты того, что может получаться там внутри, очень разные. В частности, довольно распространенной практикой является написание if в скобках какой-нибудь i вместо if i не равно нулю. Это довольно часто бывает. Это не имеет отношения к условному оператору непосредственно. Это имеет отношение к интерпретации все выражения как true и false. False это ноль, true это не ноль. Такие дела. Значит, это что касается оператора цикла. Что касается оператора условного. Что касается операторов цикла, то все их аж три штуки. Два типа while с предусловием и с постусловием. И один тип for. Опять-таки, про операторы типа while ничего рассказывать вам не буду, но все и так понятно. В скобочках у while условия. После него идет либо оператор, либо составной оператор, который выполняется. Когда вы входите в цикл, сначала проверяются условия, потом выполняется тело, потом снова проверяются условия, и так до поседения, пока условие не окажется ложным. Оператор do while устроен таким образом, что вот здесь выполняются операторы до тех пор, пока вот это условие истинно. Но один раз тело цикла выполнится всегда, потому что у нас сначала выполняется тело цикла, а потом проверяются условия. Практика показывает, что операторы виду do while встречаются крайне редко. В питоне, например, таких просто нет. Они встречаются крайне редко, потому что единственное их применение это цикл по вводу. Ну такой вот из популярных. То есть вы сначала что-то вводите, а потом проверяете, то ли это вы ввели. Но даже в этом случае иногда получается такая штука, что вы что-то ввели, потом надо проверить то ли это, потому что, допустим, если вы вводите последовательность, заканчивающуюся нулем, то ноль вводить как бы, обрабатывать как бы не надо. И тогда непонятно, зачем нам еще while в конце, если вы уже проверили, ноль это или нет. В общем, цикл с постусловием в практике встречается не очень часто, но бывает прям вот нужен до зарезу, особенно это люди, которые опять-таки программируют на питоне, знают, что иногда хочется, чтобы был цикл с предусловием, но нет. Вот. А в остальном все то же самое. Внутри while, внутри скобок стоит выражение, если оно не ноль, это true, если оно ноль, это false. А вот с циклом for я бы хотел сделать два замечания важных, которые, ну, в общем, два важных замечания. Замечание первое. Бутует мнение, что цикл for это такой цикл со счетчиком в C. Это неправда. Кто может на скорую руку описать, из каких кусочков состоит цикл for, что там внутри пишется? Нет? Нет? Я слышал, что вы говорите, что это неправда, но почему здесь? Ага, давайте. Значит, давайте вспомним, что такое классическая каноническая схема цикла, четырехкомпонентная. Инициализация, проверка условия, тело, изменения. Мы помним, что если мы, вот в ассемблере у нас это было, если мы из этих четырех пунктов что-нибудь упускаем, то цикл становится неполноценным. Если мы упускаем тело, то непонятно, зачем нам нужен цикл. Если мы упускаем изменения, цикл внезапно становится вечным, если мы в него вообще вошли. Если мы упускаем проверку условия, цикл тоже становится вечным, потому что у нас нету способа из него выйти. И если мы упускаем инициализацию, то если этот цикл вложенный, то когда мы его полностью пройдем, и у нас, допустим, наш счетчик дойдет до конца, и он окажется равным максимуму, если у нас нету инициализации, то когда мы в следующий раз на втором витке внешнего цикла войдем во внутренний, он просто не выполнится. Потому что у нас счетчик уже равен концу, а не начал. Именно из этих соображений, что у канонической схемы цикла четыре компонента, у нас есть четырехкомпонентный цикл форм, который ровно так и устроен. Давайте мы попробуем какую-нибудь программу написать. Вот. Ну, допустим, i равно нулю. For i равняется, ну, скажем, не знаю там, что бы такое тут придумать. Значит, да, инициализация, условия и изменения, это выражение c. не операторы, то есть это не полноценный, там не может быть составного оператора. Но там могут быть выражения. А поскольку там могут быть выражения, а у нас есть, например, выражение с запятой, то мы можем написать вот так вот. Сейчас покажу. и запятая g. Здесь написать и равно нулю, g равно единице. И это вполне нормальная операция инициализации. Вот. Если очень-очень хочется. Помните, я говорил, что выражение с запятой лучше не использовать? Но если очень-очень хочется, можно написать вот так. Вот. Дальше у нас идет проверка условия. Ну, например, плюс g больше нуля. Дальше у нас идет изменение. А дальше у нас идет целый цикл. Ну, допустим, print. Да. Да. Да, вы правы. Я не прав. Спасибо. Вот так. Так лучше, да? Да. Вот. Смотрите. Как видите, ничего общего с циклом со счетчиком, тем не менее, я искренне надеюсь, что это будет работать. Чего не так-то? Эй, ты. А. В том-то вся и фигня, что люди, как это, которые в детстве учили паскаль, или, не к столу будет сказано, бейся. Вот. Возможно, вам повезло, да, и выучили комет вот тоже что-то, да. Короче говоря, и потом пошли преподавать си. Или, по крайней мере, да, не до конца его изучили. Они вот в это место не доходят. А в принципе, идея-то как раз такая, что цикл for, это и есть универсальный цикл, в котором специально для нас собрали все четыре компоненты. Вот. И все значимые компоненты по организации цикла находятся вот здесь, да. То есть, инициализировали, проверили и изменили то, что инициализировали. Прямо в одной строчке написано, да. А все, что мы хотим, вся полезная нагрузка находится внутри тела цикла. Это очень удобная штука и рекомендую вот ею пользоваться. Более того, вы же можете, смотрите, вы можете брать и, не знаю, например, сделать вот так. Эй, не туда. Во. Обратите внимание на отсутствие поля изменения. Вообще. Че? А, йо. Бро. Бро. Эй, сдохла. Вот. Это, кстати, еще одна такая интересная фишка, связанная с программой НОСИ, которую я помню еще со школьных лет, смысл которой я очень долго грешным делом не удосужился понять. Значит, смотри, что происходит. Давайте мы, давайте для интереса еще, допустим, здесь сделаем k, здесь напишем равно k, равно нулю, здесь напишем k++, а здесь напишем print еще и k. Ну, если все хорошо, то все на самом деле хорошо. Обратите внимание, это было чуть не на одном из первых занятий, что scanf, он умный, если мы ввели перевод строки, нам нужно ввести два поля, он просто ждет, пока мы введем следующее поле. Можно вводить так, а можно вводить вот так. Вернее, вот так. А вот здесь вот то самое, о чем я хотел рассказать. У вас во входном потоке находится символ, который scanf не может распознать. В данном случае я нажал там бэкспейс или что-то такое. Ну, короче, какой-то символ. Поскольку вы его просите ввести два целых числа, а у вас во выходном потоке мусор, scanf, естественно, поскольку он не выдает ошибки, он просто возвращает сюда ноль. Он говорит, ребята, ноль полей введено. Но мы же не проверяем, сколько полей введено. Мы выводим, увеличим хан единичку и дальше вводим. А у вас во входном потоке этот символ нераспознанный. А куда он денется? Вы могли его, вы могли обработать работу программы scanf, взять этот символ, его, что-то с ним сделать. Вот. Вот домашнее задание было ровно на это. То есть, если вы, вот в эту программу, если ввести, в эту программу, если ввести какую-то ерунду, то получается вот так. Но в принципе, вы могли здесь, например, вот так сделать. Смотрите. Да, тут k можно плюс-плюс убрать. Давайте попробуем. Так. Два. Два. ноль. На этом основании вы могли бы проверить, что это самое. Давайте тогда сделаем так. If k. Что? Два. И жи. Два поля выведено. В том-то и дело. Так, что-то я сделал. If k равно двум. Все хорошо. Else. Давайте что-нибудь сделаем. Что там? Get char. Считаем один символ. А зачем? Так можно? Да, я об этом… Да, почему нет? Один оператор. Только тут точка запятой не нужна. Это у меня от питания привычка, извините. Вот. Смотрите. Помните, что я говорил, да? У всех операторов… Оператор фигурная скобка – это оператор группирования других операторов. Да? В данном случае здесь все по одному. Один вузов функции, один вузов функции. Просто я там посмотрю, что на методике поставили. Да это я… Это у меня… Да, 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 да. Дело в том, что начиная с года 2003-го, да, я большей частью программирую на питоне. Но оси не пристаю программировать, конечно. Просто вот, ну, как бы на питоне быстрее. И меньше ошибок можно сделать. То есть вот мы сейчас будем решать задачки, вы увидите, как много интересных и совершенно непонятных ошибок можно сделать в программировании на си. Вот. Давайте посмотрим, что получится. Он их все сожрал. Надо было еще здесь написать. Надо было написать вот здесь вот такое. Что-нибудь типа не так. Написать вот так вот. printf, процент c, гидчар. Во. Пускай он их еще и пишет. Такие дела. Гидчар просто вводит один символ. Тут есть некоторая хитрость, связанная с тем, что сканф подглядел этот символ, но не ввел его. Ага. Вот у нас была тема, которую мы не стали делать на прошлой лекции, которая была файловый вывод. Мы как раз про это поговорили. Сканф поглядел в поток ввода, нашел там символ, который невозможно, заведомо невозможно преобразовать в целое, оставил его там, невведенным, и сказал, я ничего не ввел. Поэтому вот этот вот, ну вот смотрите. Да? Нормально. Что мы сделали? Сканф ввел 12, ввел 4. Это нормально. Он вернул 2. Потом в потоке была буква R. Он посмотрел сканф. Не хочу. И мы свалились. Вернул 0. Мы свалились на другой, на else. Загидчарили этот R. И можем продолжать вот. Ну, в общем, такие дела. Это что касаемо, что касаемо специфики работы функции сканф. Вот. Значит, поэтому, если вы встретитесь в своей программе с ситуацией, что у вас она при обработке ввода вместо этого бесконечно фигачит то, что у меня было в начале, да? Имейте в виду, что это именно оно. Да? Что вы просто, у вас в потоке ввода завис такой символ, который функция сканф просто засканировать даже и не может. Такие дела. Так. У нас осталось 6 минут. Я правильно понимаю, да? Ага. Значит, еще одна довольно симпатичная штука. Это такой, как это правильно сказать, нетрадиционный условный оператор switch. Он нетрадиционный в том смысле, что он нарушает принципы структурного программирования, где у каждого условного оператора должна быть ровно одна ветка. Switch устроен таким образом. У вас, сейчас я вам покажу код. Вот. У вас внутри оператора switch стоит выражение. Это обязательно целочисленное выражение. Соответственно, результат его целое число. Оно вычисляется. Здесь, как видите, можно еще написать, допустим, не знаю, там, кейс 12, что ли? Break. А, сейчас расскажу. И это как раз то, что я хотел еще рассказать. На этом, собственно, все. Это end of file, но что это за end of file? Короче, все по очереди. Значит, во-первых, результатом этого выражения будет число. Мы помним с вами из предыдущих лекций, что вот такая конструкция, это код символа 0. Там 0x30, если говорите. Вы 16-ричный 30. 0, 8-ричный 60. А уж какая там 10-ричная, я не помню. Врать не буду. Соответственно, это выражение вычисляется. Дальше мы переходим по метке кейс, которая соответствует номеру. 0, 1, 2, 12 и дефолт, все остальное. Дальше выполняем какие-то операторы. Обратите внимание, операторных скобок здесь нет. Фактически вот эта штука, это как метки, как go to. Просто этот go to происходит сразу во все места. Ну, воню, в одно из мест. Поэтому мы должны выполнить какую-то последовательность операторов и поставить в конце break, чтобы выйти за границы свитча. Если мы это не сделаем, как сделано вот в этой строчке, то мы попадем просто на следующую. Вот сюда. Ну и, наконец, если ни один из кейзов не удовлетворяет нашему, не равен нашему выражению, мы выбираем дефолт. В конце которого тоже можно ставить break, потому что после дефолта можно писать еще кейс. Он не обязательно должен быть последним. Иногда бывает нужно. Вот. Сейчас я сначала покажу, как это работает, а потом расскажу про uf, и на этом мы закончим. Что? А это оно вообще? Давайте мы вот так сделаем. Смотрите, если оно видит единичку, оно пишет единичку, потом падает на код, в котором оно пишет двойку, поэтому он пишет еще и двойку, потом пишет перед строки. Если оно видит двойку, оно пишет просто двойку, все остальные штуки, она пишет и пишет соответствующий код символа. Ну, допустим, тройка, 51, 4, 5, 6, вангуй, 52, 53, 54. Вот. А 10 это код символа перевода строки. Так что не 12, а 10. Сейчас нам надо поправить. Вот. Обратите внимание на три вещи, которые следует помнить, когда вы работаете с вводом символа на си. Вещь номер один. Перевод строки — это отдельный символ. Вещь номер два. Пока вы его, этот перевод строки, не нажмете, ввод накапливается во входном буфере, он не обрабатывается. Смотрите. И только сейчас он обрабатывается. То есть нельзя нажать на букву А и немедленно на это среагировать. Сначала выводится целую строку, причем в Linux эту строку можно еще и редактировать. С помощью клавиш Ctrl-W и Ctrl-U. Больше никаких, да. Есть библиотеки, которые свеживают на си? Да, есть. Но для этого нужно терминал перевести в другой режим работы для начала. То есть по умолчанию работа с вводом-выводом программы, написанной на си, она именно построковая. Построковая. Вот. Такие вот дела. Значит, второе, что вводите вы символы, на самом деле они воспринимаются си как обычные целые числа. Третье, что если вы, у вас случился конец файла при вводе, а конец файла при вводе можно сделать двумя способами. Способ первый, вводите с файла, и когда он кончится, будет конец файла. Способ второй, в зависимости от операционной системы, нажать специальную комбинацию клавиш на терминале, которая определяет конец файла. В Linux это Ctrl-D. Это не интерапт. Значит, про это мы будем говорить, когда будем говорить, видимо, в следующем уже модуле, но это близко к этому. Когда вы работаете с терминалом, терминал это не просто штука, с которой можно считывать байты, на которой можно писать байты. Некоторые байты, которые приходят с терминала, являются управляющими. И эти управляющие байты бывают разным видом. Они действительно бывают, обрабатываются так, что присылают сигнал, например, Ctrl-C, присылает сигнал Segment как раз, интерапт. А иногда они обрабатываются так, что они управляют именно вводом-выводом. В частности, когда мы вводим, я говорил, что эту строчку можно редактировать, например, нажать Ctrl-U и все удалить. Вот это управляющий сигнал, управляющий символ, он не дошел до программы на C, сам Linux его нам обработает. Или там Ctrl-W. Точно так же Ctrl-D это конец файла. Такие дела. Вот. Выводить Ctrl-D это символ с кодом 4. Но, разумеется, вам сюда возвращается не 4. Ну, потому что было бы глупо, а что делать, если это действительно символ с кодом 4? На самом деле, в этот момент закрывается поток ввода, и функция get-char возвращает вам минус единичку. EOF это минус 1. Можно, кстати, ради интереса его напечатать. Пора заканчивать, судя по вашей реакции. Вот. Да? Значит, ответ на вопрос, что такое EOF. EOF это минус 1, как правило. Это не специфицировано, но по договоренности функции get-char в случае, если ввод закончился, вернет EOF. Что? Более того, в некоторых случаях, на некоторых архитектурах, я посмотрел на MIPSE, там действительно куча EOF. Можно его скомпилить, мы видим сейчас это. Да. Да, это такая метка специальная. Нет, не осья. Как он там назывался? Switch. Вот смотрите, он просто проверяет. Вот смотрите сюда. Сравнили с нулем, перешли на метку L3, сравнили с 12, пришли на метку L2, сравнили с единичкой, символ с кодами нички, пришли на метку L7, сравнили с 32, пришли на метку L8, а дальше поехали эти метки. Такая вот штука. В некоторых архитектурах я видел другую картину. Там составлялся, составлялась таблица переходов. То есть вместо того, чтобы делать много EOF, там этот адрес вычислялся. Это же выражение мы можем взять, прибавить к началу кейза смещение и перейти туда. Но это довольно извращенная форма. Вот. Что-то еще одно хотел сказать, на этом закончить. Сейчас, секунду. А! В лекциях есть ссылка, да, для тех, кто все понял, для тех, кто думает, что все понял, в лекциях есть ссылка на такое устройство, на такую штуку, которая называется DAV device. Я даже показывать ее не буду, чтобы не пугать всех остальных. Но для тех, кто считает, что он более-менее знаком с языком C, как я, например, бывает полезно почитать такие вот штуки, чтобы понять, что нет. Такие дела. Вот. Есть какие-то вопросы по лекциям? Нет. Тогда на сегодня все.